Сложно комментировать игру, когда команда пропускает из четырех три мяча со стандартных положений. Элементарное невыполнение функциональных обязанностей, элементарное несоблюдение игровой дисциплины тем игрокам, которые предписывались. Каждый игрок при стандартном положении получал задание пропустить три мяча. Поздравляю команду Сибирь с победой. Пожалуйста, вопрос. Позвольте, я задам вопрос по перспективе Унии Трунина. Или довольны ли вы игрой Федорова в сегодняшнем матче и получили это Трунин? Вы шанс за него переживает в Новосибирске? Это хорошо. Он оставил себе добрую славу, что переживает все. По Федорову вы сами можете ответить на вопрос. Федоров виноват в каком-то мяче? Позвольте, пожалуй, сегодня нет. Позвольте, нет. С моей точки зрения, что тоже он не виноват. У нас равноценные игроки, но пока Федоров начал чемпионат, и таких особых к нему претензий, что где-то вина в пропущенном мяче его не было до этого. И сегодня я считаю, что во всех забитых мячах его вина – это минимальная вина. А так, они равноценные вратари, и Илья с пониманием относится, я беседовал с ними, он прекрасно все понимает. Я понимаю, что ему хотелось сыграть в родном городе перед своими болельщиками и все. Жизнь такова, что он будет ждать своего шанса, и обязательно он будет этот шанс. Илья хороший, и вратарь, и человек прекрасный. Матч. Просто, как бы, мы еще не выигрывали в этом первенстве, поэтому, конечно, рады победе. Матч удачно сложился в начале для нас. Забили быстрый гол, что помогло снять немного нервное состояние ребят. Ну, и где-то уже второй тайм, уже видно было, что ребята как-то более-менее почустили себя спокойно, начали более спокойно играть. Все это давит на нас тоже. Ряд невыгранных, проигранных матчей, поэтому... Поэтому-то победа сейчас в плане психологического, в первую очередь, очень важна для нас. Все? Спасибо. Вопрос. Есть в перерыве, что-то сказали при счете 3-0? В перерыве все. Мы и ребята сами говорили, что главное забыть счет и сначала выйти так же, как в 3-0-0. Присутствовала полнейшая концентрация, только чтобы не было никакого ослабления. Потому что если мы умели забить за 45 минут, поэтому за 45 минут можно и пропустить, если не будешь играть в футбол. Поэтому ребята молодцы. Я поздравляю в первую очередь их с этой победой, потому что состав у нас хороший, команда хорошая. Но это все, как бы первые туры и невыгранные, проигранные матчи, они как-то определенные, внесли психологический оттенок внутри команды. На тренировках все весело, спокойно, импровизируют, только выходят на игру, идет как бы зажил. Будем надеяться, что эта победа психологически раскует команду и будем дальше двигаться.